вот что у меня получилось и я закрыла круг мой вот на бисеринке которой я начала этот этот ряд теперь я должна выйти по бисеру предыдущего ряда мы должны попасть с вами в биконус и дальше вот выйти за две бисеринки после биконуса вот таким образом набираем 4 новых бисерины заходим в две бисеринки после рулы две бисеринки следующие две бисеринки проходим 4 бисеринки проходим две бисеринки после рулы две бисеринки над биконусом и 4 бисеринки над рулой и так мы должны пройти по кругу двигаемся дальше вот я закончила уже этот ряд и хочу сказать что если кто-то захочет то можно сделать вот к этому кулончику и сережки вот в таком размере я думаю прекрасно можно использовать для сережки подвешивать только швензу и у вас уже будет готовый комплект то есть серьги и кулончик а я продолжаю дальше я пройду две из четырех бисерин и добавлю одну делеку пройду две бисеринке оставшиеся из четырех и возьму тоха восьмого размера пройду две бисериночки какие мы добавляли в предыдущем ряду снова тоха и две бисеринки из четырех проходим добавляем делеку проходим две бисеринки то есть мы сейчас добавляем над рулой одну делеку и вот в этих проемчиках мы добавим по бусине тоха итак двигаемся по кругу вот что у меня получилось на данный момент я вышла в первую бисерину какую я набрала дельку набираю еще две бисеринки и захожу в тоха между бисеринами тоха мы будем добавлять бусину вот эта бусина 4 миллиметра 2 делики 2 делики 2 делики бусина 4 миллиметра 2 делики 2 делики 2 делики бусина 4 миллиметра и так по кругу вот что у меня получилось я вышла вот в 2 делики после середины до это первые две дельки какие я набрала я снова набираю 2 делики и захожу в бусину 2 делики 2 делики захожу в 2 делики предыдущего ряда далее добавляю 2 бисеринки одиннадцатого размера 2 делики в бусину 2 делики в бусину 2 делики после бусины в дельку предыдущего ряда в этой выемке мы добавляем 2 бисерины одиннадцатого размера 2 делики в бусину 2 делики в бусину 2 после бусины 2 одиннадцатого размера и так далее мы должны так пройти по кругу все время по две бисеринки набираем и проходим по двум бисеринам и по бусине так двигаемся по кругу вот что у меня получилось на данный момент и я вышла мы должны выйти вот в эти две бисеринки центральные одиннадцатого размера поэтому я пройду по всем бисер по всему бисеру какой вот я проходила в предыдущем ряду как видите леска у меня уже в принципе вот уже не такая длинная так что чтобы вы тоже в начале работы набирали где-то метр пятнадцать лески вот такой длины после того как я прошла две бисеринки я набираю две бисеринки биконус и дельку и захожу в две дельки вот здесь над биконусом три миллиметра у нас здесь есть делька две штучки вот подтянула хорошенько в обратном порядке делька биконус три миллиметра две бисеринки и захожу в следующие две бисеринки опять подтянули хорошо две бисеринки биконус делька и заходим в две дельки над биконусом три миллиметра хорошо подтягиваем делика биконус две бисеринки одиннадцатого размера заходим в две бисеринки одиннадцатого размера и хорошо подтягиваем две бисеринки биконус делька и проходим в две дельки над биконусом три миллиметра и так мы проходим по кругу вот что у вас должно получиться когда вы пройдете полностью по кругу и конечно можно было бы оставить уже и в таком вот виде как она есть но я все-таки желала бы вот я это делаю укрепить сами края и немножечко изнаночной стороне тоже придать вот вид более такой презентабельный да скажем так вот и после того как я прошла две бисеринки я прохожу еще две дельки две дельки вот две дельки прохожу набираю три дельки и и мы одновременно сейчас будем укреплять край наших вот этой нашего кулона прохожу две бисеринки под бусиной снова три дельки и прохожу первые две дельки пропускаю после бусины захожу следующие две дельки и добавляю две бисерины прохожу смотрите пропускаю здесь дельку как раз эти бисерины у нас ложатся напротив вот этих двух бисерин прохожу две дельки вот смотрите у нас здесь эти бисеринки легли ровно под этими двумя какие у нас вот здесь есть вот здесь ложатся а под бусиной мы пролаживаем три бисеринки в две бисеринки под бусиной 3 дельки снова пропускаем первые две дельки после бусины заходим в две следующие добавляем две бисеринки выходим в две дельки подтягивайте хорошо все раз полагайте бисеринки аккуратненько и подтягивайте так 3 дельки под бусину в две бисерины заходим снова 3 дельки пропускаем первые две дельки после бусины заходим следующие две добавляем две бисерины 11 размера и так далее мы продолжаем этот ряд по кругу то есть ну я думаю что вам видно на экране как все таки меняется наш внешний вид вот с изнаночной стороны да вот так лицевая сторона уже выглядит так я продолжаю по кругу и на этом мы заканчиваем наш кулончик ну вот в принципе я закончила свою работу нам остается только это кусочек лески какой у меня остался от метра 15 сантиметров и нам остается только сделать петелечку под бейл который вы будете использовать я для этого выйду вот перед бусиной и здесь уже вы можете делать петельку какая у вас будет подходить под ваш бейлик да ну я сплела просто вот такой вот был да как жгутик и прицепила его к бисеру какой вот здесь набрала над моей бусиной вот я набираю 4 бисерины захожу в бисерину в делику после бусины беру одну бисерину и возвращаюсь через две назад вот так через две вернулась потому что мне нужна здесь бисерина за какую я буду пришивать если у вас был будет готовый магазины то есть вам просто надо будет петелечку сделать все зависит от того какой у вас бейлик будет а я вот таким образом закрепляю мою петелечку и теперь можно мне уже завязывать узелочки и прятать мою леску в бисер я думаю что это уже для вас не проблема мы в каждой работе делаем эти узелочки и я думаю это ни у кого не вызывает вопросов лишних и так я считаю наша работа закончена если вам будет полезен этот урок не давайте поставить лайк подбодрить нас своими лайками своими комментариями если возникают вопросы я постараюсь ответить на все волнующие волнующие вас вопросы и на этом я с вами прощаюсь и желаю вам успеха в вашем творчестве в вашем рукоделии и всего самого доброго пока